Такие неформальные встречи проходят уже на протяжении нескольких лет. Это хорошая возможность обменяться мнениями, высказать предложения, обсудить планы дальнейшей работы. В рамках встречи Владимир Киселев подвел итоги работы ЗАГС Собрания за год. Особо остановился на блоке социальных законов. Самым значимым из них стал закон о поддержке детей войны. Хотелось бы, конечно, чтобы он был общефедеральным, потому что на федеральном уровне поддержку можно оказать более серьезную, более высокую. Но вот пока на федеральном уровне такого закона нет, мы пошли по пути немногих пока регионов нашей страны и приняли такой закон. Еще одну важную новость сообщила Ольга Хохлова. В следующем году во Владимире будет открыт Центр здоровья женщин «Белая роза». Проект реализуется под руководством президента фонда социальных культурных инициатив Светланы Медведевой. Для него уже отремонтировано помещение, закуплено новейшее оборудование, формируется коллектив врачей. Все услуги в центре будут оказывать бесплатно. Ольга Хохлова призвала общественников популяризировать этот центр. И это очень важно на ранней стадии определить заболевание у наших женщин. А женщины, ну, по ряду причин, не очень любят ходить, как и мужчины, в больницы, потому что там нужно записаться, нужно сидеть в очереди. Тебя потом будут в один кабинет послать, в другой. А здесь комплексное будет обследование. В рамках встречи общественники высказали свои предложения. Они коснулись оплаты питания в школах, где учатся особенные дети, и корректировки регионального законодательства по обеспечению безопасности. В финале встречи Владимир Киселев и Ольга Хохлова вручили грамоты наиболее активным руководителям общественных организаций. Субтитры создавал DimaTorzok